Телеканал КРТ представляет. При этом, вы же понимаете, для России, почему, собственно, этих ток-шоу, посвященных украинской тематике на российском телевидении до недавнего времени, было много. Для России это как раз пример того, как не нужно делать. То есть Россия потому и интересуется событиями на Украине, так пристально их разбирает, потому что это пример того, во что может вылиться вот этот проевропейский, пронатовский эксперимент. И все эти разговоры с придыханием в голосе, я вспоминаю, украинские либералы, демократы, как говорили, пока они были в оппозиции. Я, Вольтера цитирую, я, значит, мне глубоко противно ваше мнение, но я отдам свою жизнь ради того, чтобы вы его высказали. Знаете, кто это любил, кстати, повторять? Тот самый Остап Дрездив, которого мне рекомендовали в свое время, смотри, это же вот европейская журналистика, вот где альтернативное мнение, свобода слова. С какой либерал был? Еще недавно, вроде бы. А теперь мы видим, какие он истерики устраивает, только чтобы российскую мову напочутал у себя там студией рядом. То есть вот во что выливается весь либерализм, и вот почему подобный пример важен для России, как не нужно делать все эти реформы и куда не нужно двигаться. Международные олигархи какую судьбу готовили нашим украинским олигархам? Мы знаем, влияние Запада очень сильное на Украину, и понятное дело, что вопрос времени, когда встанет конфликт интересов между международными олигархами и нашими украинскими. Да, украинские олигархи львиную долю западных олигархов не волнуют совершенно. Украина самостоятельно взяла на себя курс деиндустриализации, подписав это соглашение Украина-ЕС. Те, кто его готовил, понимали прекрасно, что это конец украинской экономики, соответственно, собирались делать из нее исключительно аграрный предаток, потому все эти страсти вокруг закона о земле. При этом, да, есть определенные бизнесмены, западные олигархи, которые играют не на производстве, не на производственных отношениях, им чхать было на заводы. Ну, вот тот же пример Мотор Сичи, лишний показатель. Им не нужен завод Мотор Сичи, он просто им не нужен, как, возможно, конкурент. Но ни в коем случае нельзя его продать кому-то со стороны. Пусть лучше умрют, пусть лучше его закроют, лишь бы он не функционировал вообще. А вот такие люди, как Сорос, которые играют не на производственных там каких-то связях, отношениях, а на волатильности рынков, который сам создает стряску для валют всевозможных, для экономики и на этом зарабатывает. Ему, да, ему, в принципе, интересно контролировать процессы вот этой стряски Украины, политической, экономической, какой угодно, с тем, чтобы на этом зарабатывать. Но он так действует и в других точках земного шара, на том, собственно говоря, и зарабатывает свои капиталы.